За время нужно еще попытаться видеть гиги Дедала Мазишвили. Вот такой маленький текстик, результан из этого альбома, только без музыки. Я хаппейль! Мы каждый день улыбаемся, каждый день. Каждый день улыбаемся. Мы видим соседа, которого мы очень любим. Мы улыбаемся, ему укажем, он же сосед. Мы встречаем коллег и улыбаемся, хотя они, может быть, и нам надоели. Мы улыбаемся даже малознакомым или совсем незнакомым людям. Ну как же, мы живем среди людей. И для того, чтобы улыбаться, у нас есть специальные мышцы, называются резориус. У каждого человека два резориуса, левый и правый резориус. Это мышцы, которые оттягивают к уголке губы сюда, к уху. Мы отдаем команду этим мышцам и улыбаемся каждый день, чтобы произвести действительно нормальное человеческое впечатление. А кто видел ее улыбку, когда вы поссорились, и она целый вечер рыдала дома одна, а ты только к вечеру опомнился, что идиот, и звонил ей. Она, конечно, трубку не взяла, но она сквозь слезы видела, что это ты звонишь, и улыбалась. Кто видел эту улыбку? Ее никто не видел. Кто видел улыбку твоего отца, когда ты маленькая стояла на стульчике в детском саду, пела песенку, а он сидел среди остальных родителей, гордился тобой и улыбался. Этой улыбки никто не видел, даже ты. Кто видел улыбку солдата, который понял, что в этом бою он выжил, и хотя бы до следующего боя, до следующего утра он живой. Кто видел эту улыбку? Этих улыбок никто не видел. Кто видел улыбку маленького мальчика, которого поставили в угол, но там рыдал от несправедливости и обиды, а потом забыл обо всем, вспомнил о чем-то своем фантастическом, детском, нашел узор на обоях и ковырял его пальчик. Кто, помню, видел эти улыбки? Этих улыбок никто не видел. Да, собственно, если разобраться, эти люди в этот момент даже и не улыбались. Просто у них Резориус сам напрягся. Здраво! И еще, я все-таки берусь утверждать, в книге «Боль» есть рассказ «Ангина» и есть рассказ «Палец», абсолютно наполненные жизнелюбимой жизнерадостностью. И почему книга выглядит так? Почему там есть повесть «Непойманный» и два рассказа? И этот эффект, конечно, может получить только от чтения бумажной книги, потому что повесть обрывается. Мы видим, что у нас еще есть что читать, и вроде бы она должна продолжаться, и тут она обрывается, потому что там еще есть два текста. И эту повесть нельзя было отпечатать одной книжкой, потому что тогда бы там была бы та самая, вот то, о чем вы сказали. Потому что в этих рассказах как раз много того, с чем я не расстанусь. Мне же очень много, мне часто и много вот этим закончу сейчас. Извините, кто хотел задать вопрос, я закончу этим, потому что потом надо будет подписать все, что вы принесли с собой. Мне много и часто подводят наши ребята, которые меня обвинили, потому что я только бы отнесся к этой истории на Украине неоднозначно, не так, как они хотели. Неоднозначно ни истории, ни с другой стороны. И они все время говорят, ну ты же, вот по поводу безнадежности. Мы сами, я в том числе, ставлю самые жуткие диагнозы в той стране, в которой живую, то есть Родине. Периодически, а то и по несколько раз на дню я ставлю такие диагнозы в стране. Почему я здесь живу, я люблю, я не вижу ничего другого. И я очень люблю, я живу среди этого фраза, это он сказал, Тарковский опять же, записал себе в дневнике, незадолго до смерти, будучи, зная, что смертельная боль, он написал, что такое надежда. Дальше он написал, надежда, это недоверие к точным диагнозам и прогнозам. Я, 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 правда живу. И когда меня многие вот спрашивают по поводу, ну как, ну как, ну как, ну как, ну, ну понимаешь, опомнились, говорю, ну к чему, ну к чему, чтобы вот я сейчас там вот выслался вот так вот, как вы хотите? Я не могу. Пока у меня есть маленькие дети, я не имею права быть просто пессимистом. Ну права не имею, у меня такого права вообще. Невозможно быть нежизнерадостным человеком, если у тебя есть маленькие дети. Нельзя. Отец должен быть источником силы, надежды, уверенности и веселья. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, у нас очередь формируется с первой стороны, поэтому все это нужно. Дорогие друзья, у нас очередь формируется с первой стороны. Дорогие друзья, у нас очередь формируется с первой стороны. Дорогие друзья, у нас очередь формируется с первой стороны. Спасибо. 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 Спасибо.